приветик мои дорогие подписчики ну что как и обещала я вам продолжаю показывать видео от средств массовой информации сша по поводу выхода саудита саудитов или саудовской аравии из 50-летнего договора по петро доллару и так я перевела с помощью искусственного интеллекта еще у меня есть пару видео других средств массовой информации которые уже просто кричат что доллару конец это не я говорю это не российские блогеры говорят это говорят американские аналитики либо владельцы крупных компаний либо это вообще вот биржа которая занимается продажей ценных металлов это китка золото до китка news это их новостной канал этой бирже по торговле с ценными металлами итак начинаем ребятки смотреть очень интересно будет смотрим доллар рухнет фондовый рынок рухнет рынок облигаций рухнет банковская система рухнет страховые компании рухнут все остальное рухнет это и есть великая перезагрузка постепенно постепенно я называю это логарифмическим распадом постепенно 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 он начинает уменьшаться поскольку этих долларов больше нет и больше нет необходимости их хранить и по мере того как эти доллары начнут возвращаться домой темпы инфляции будут расти все выше и выше но когда мир поймет что эта тенденция которая не собирается останавливаться и будет только ускоряться вот тогда все станет очень интересным и если бы мы увидели откровенный демпинг во всем мире подобные операции песочный человек о которой говорит майк адамс это было бы хаотично потому что естественной реакции доллара создающего гиперинфляцию которая распространяется по всему миру и обрушивается на наши берега в виде цунами инфляции был бы массовый скачок процентных ставок и в частности чрезмерное использование заемных средств банками является здесь действительно большой проблемой когда они скажут что пришло время и щелкнут выключателем я думаю западу будет трудно противостоять этому потому что вы будете говорить о большинстве населения земли а большие военные мощи большая часть ввп и большинство мировых сырьевых товаров я думаю они понимают что если они собираются это сделать то им нужно действовать методично и расставить все точки на дай вопрос в том насколько быстро это ускорится в этом можно только догадываться на месте с мишель маккой вам поможет swan bitcoin здравствуйте я мишель маккой спасибо что присоединились к нам в результате серьезного сдвига саудовская аравия расторгла соглашение о нефтедолларе решив продавать нефть в нескольких валютах вместо того чтобы использовать исключительно доллар сша соглашение действовавшее в течение последних пятидесяти лет истекло 9 июня так называемая сделка с нефти долларами как сообщается предусматривала что саудовская аравия будет устанавливать цены на свой экспорт нефти исключительно в долларах сша и инвестировать свои избыточные доходы от продажи нефти в казначейские облигации сша в обмен на это сша будут оказывать военную поддержку и защиту королевству это помогло американскому доллару укрепить свои позиции в качестве мировой резервной валюты и положила начало эре американского процветания так что решение саудовской аравии отказаться от эксклюзивных отношений с сша знаменует собой значительные изменения в глобальной экономической динамике и может иметь далеко идущие последствия для доминирования доллара сша тем временем центральный банк саудовской аравии также присоединился к пробному запуску трансграничной платежной системы цифровой валюты центрального банка возглавляемой китаем известный как проект эмридж и это может стать еще одним шагом к тому чтобы все меньше нефти в мире продавалась за доллара сша и все это происходит на фоне продолжающейся тенденции где долларизации когда министры иностранных дел стран брикс недавно встретились в россии участники вновь призвали отказаться от доллара и использовать свои собственные валюты в торговле и финансовых транзакциях и возможно именно использование доллара в качестве оружия после вторжения россии в украину ускорило тенденцию где долларизации и пока члены брикс встречались в россии в италии лидеры большой семерки также встречались и договорились выделить украине 50 миллиардов долларов в виде кредитов обеспеченных прибылью от замороженных суверенных активов россии теперь в преддверии саммита соединенные штаты решили расширить санкции против россии и китая эти новые меры нацелены на китайские компании которые поддерживают усилия россии в украине и направлены на то чтобы помешать иностранным финансовым учреждениям иметь дело с попавшими под санкции российскими организациями это привело к немедленной приостановки торгов в долларах и евро на ведущем финансовом рынке россии московской бирже и россия также официально приняла китайский юань в качестве своей основной иностранной валюты и все это происходит на фоне того что китай сбрасывает свои долларовые активы пекин продал казначейские облигации сша и облигации агентств на рекордную сумму в 53,3 миллиарда долларов в первом квартале и вкладывается в золото драгоценный металл в настоящее время составляет почти 5 процентов китайских резервов что является самым высоким показателем по крайней мере с 2015 года сейчас не только центральные банки покупают золото рекордными темпами но и сокращают свою долю долларовых резервов по данным мвф долларовые резервы принадлежащие центральным банкам упали до 58,4 процента в течение четвертого квартала 2023 года это самый низкий уровень за 25 лет ну что же здесь чтобы обсудить все эти события и многое другое а также то что все это значит для глобальной валютной системы судьбы доллара и ваших сбережений и инвестиций находится энди шекман энди президент и владелец компании miles franklin precious metals он имеет более чем 30 летний опыт работы в секторе драгоценных металлов и является признанным экспертом в области монетарной истории и политической экономии энди я очень рад что ты снова с нами здесь в китко мишель я очень рад вернуться спасибо что пригласила меня я ценю это энди я очень рада тебя видеть но каждый раз когда мы общаемся многое из того о чем ты предупреждал что происходило в наших предыдущих интервью действительно сбывается так что мы всегда говорим с небольшим трепетом а теперь энди ты уже давно предупреждал что мы увидим изменения в денежных переводах деноминированных в долларах что доллар потеряет свой статус мировой резервной валюты реактива и первый раз мы говорили об этом в январе 2023 года где ты предупредил что тенденция где долларизации ускоряется особенно после того как на россию были наложены санкции после ее вторжения в украину и после того как москва была исключена из международной платежной системы свифт что многие назвали вооружением доллара с тех пор многое произошло в том числе расширение брикс что по твоим словам должно было произойти и страны члены брикс официально заключают двусторонние торговые соглашения не в долларах а в своих собственных валютах что по твоим словам тоже должно было произойти у нас даже были страны не являющиеся членами брикс такие как франция заключающие долларовые сделки и заключающие сделки по природному газу с китаем полностью оплачиваемые в юанях ты также правильно предсказал что саудиты присоединятся к брикс или согласятся с брикс у них действительно есть небольшой шанс выбраться из воды оседлав ее немного но ты был прав в том что они согласятся с брикс и в последний раз когда мы говорили ты сказал что присоединение саудитов к брикс будет иметь огромное значение для статуса нефти доллара и ускорит дедоларизацию и похоже ты снова оказался прав в этом вопросе теперь они присоединились к брикс и просто напомним нашим зрителям что страны брикс плюс в настоящее время производит около 44 процентов мировой сырой нефти теперь похоже саудиты дали стечь 50-летнему соглашению о нефти долларах они не продлили его не похоже что они это сделают сейчас это очень важно потому что отчасти статус доллара как мировой резервной валюты обусловлен его статусом нефти доллара а это означает что нефть можно было покупать только за доллары так что давайте начнем с небольшого экскурса в историю в предысторию и напомним нашим зрителям как доллар вообще получил статус мировой резервной валюты не могли бы вы быть так любезны и вкратце рассказать нам о бреттон-вудской системе о том как никсон отказался от золотого стандарта а затем подписал сделку о нефтедолларах с королем саудовской ави и еще в 1974 году и о том как мы к этому пришли почему бы нам не начать с этого конечно в конце второй мировой войны в 1944 году союзники встретились в бреттон-вудсё доллар заменил фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты и в тот момент мы сказали миру что вы можете брать наши доллары но всегда можете обменять их обратно по фиксированному курсу в 35 долларов за унцию золота по сути мы будем поддерживать валюту золотом делая ее такой же хорошей как золото и так оно и было до тех пор пока знаете ли в 1971 году несколько европейских лидеров в частности деголи с франции не поняли что мы печатаем больше денег чтобы профинансировать пушки и масло в войне во вьетнаме тогда у нас было золотое обеспечение мы назвали наш блеф и отправили военные корабли в нью-йоркскую гавань наполненные долларовыми купюрами с просьбой обменять их на золото и мы делали это так часто что в течение примерно полутора лет около половины золота хранящегося в казначействе было списано и именно это побудило никсона пойти на нетрадиционный шаг и временно закрыть золотое окно которое так и не открылось снова и на тот момент наша валюта была полностью фиатной это был бы бретон вудс один бретон вудс 2 в широком смысле это когда киссинджер как вы упомянули 50 лет назад на прошлой неделе заключил сделку с королевством саудовская аравия о том что мы будем защищать вас обеспечивать вас боеприпасами но в обмен на эту защиту вы в рамках опек будете оценивать нефть в долларах а затем направлять избыточные резервы в казначейство сша и так оно и было как вы упомянули в течение 50 лет теперь если мы примем это за чистую монету и предположим что эта сделка не была возобновлена мы затем будем следовать тому что по словам золтана позара является бретон вудс 3 где мы находимся прямо сейчас в системе которая будет идентифицироваться в первую очередь по сырьевым товарам и я бы добавил к этому прозрачность система которая была основана на непрозрачных долговых инструментах и обещаниях правительства которая является граничащим с несостоятельностью и рассматривается как я уже говорил вам еще в 2022 году как лицемерная и именно так к нам относится большая часть южного полушария я думаю что дни того чтобы рассматривать это как актив долговые обещания страны которая считается лицемерной эти дни быстро подходят к концу и мы видим это по массовой распродаже казначейских облигаций которую мы наблюдаем в течение последнего года или двух со стороны стран которые были нашими основными кредиторами китае и японии а также саудовской аравии и всех этих стран которые держали наши казначейские облигации похоже что все меняется довольно сильно и я думаю что вы действительно можете выделить не только как вы уже упомянули использование доллара в качестве оружия на рынке казначейских облигаций но и предпринять нетрадиционный очень опасный шаг по конфискации или давайте просто назовем это так как она есть кражи российских активов будь то кражи процентов по начислению о которых говорит европейский союз для финансирования украины и войны или конфискация соединенными штатами 5 миллиардов долларов в активах которые мы удерживаем для финансирования боеприпасов для передачи стране которая борется со страной у которой мы их украли это та черта переступив которую вы уже не сможете вернуться назад это как разбитое стекло брошенное в стену сможете ли вы собрать его обратно до того как вернуться мама и папа и я не знаю мишель возможно ли это вообще хорошо прежде чем мы углубимся во все эти проблемы еще раз я просто действительно хочу помочь нашим зрителям понять значение того что нефть все это время продавалась за доллары и что это может означать если действительно это соглашение теперь полностью заключено да так что каждой стране на планете приходилось накапливать доллары в течение последних 50 лет чтобы покупать нефть значение этого просто экстраординарно почти так же экстраординарно как взять резервы излишки и поместить их в казначейство что является резервным статусом доллара расчетный статус доллара при котором каждая страна должна была владеть им и накапливать его чтобы покупать нефть безусловно ставится под сомнение всеми этими сделками которые заключаются на двусторонней основе где страны будут торговать друг с другом в местных валютах и это огромная сделка другими словами в чем заключается стимул стран держать наши доллары которые обесцениваются со скоростью 1 триллион долларов долга каждые 100 дней то на что раньше требовалось 200 лет чтобы накопить триллион теперь мы делаем это за 100 дней и правительство которое выбрало вооружение активов казначейства и доллара если мы не объединимся идеологически так что стимул этих стран которые были вынуждены держать доллары и накапливать их создавая синтетический спрос как вы могли бы утверждать больше не существует теперь главный вопрос заключается в том как быстро это произойдет но да это очень 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 важно причина по которой доллар был назван нефти долларом причина по которой он имел такую большую привилегию и гегемонию если хотите была создана потому что все должны были владеть им чтобы покупать нефть а нефть это то что заставляет мир вращаться забери это и то что стоит за долларом станет по-настоящему фиатным неподкрепленным ничем вообще но как недавно сказал путин на конференции доверие к экономике соединенных штатов и я должен знаете ли добавить к этому доверие правительство соединенных штатов и вы спрашиваете себя ослабевает ли это я оставлю это на усмотрение людей чтобы они сами решили я уверен что мы поговорим об этом по ходу этого интервью верно и так вы знаете что доллар поддерживается полным доверием правительства сша но нарисуйте нам картину что произойдет когда люди перестанут использовать доллар для покупки нефти что произойдет в глобальном масштабе и что произойдет с людьми здесь в сша с долларами ну в конечном счете он потеряет свою ценность я имею в виду что теория действительно заключается в том что в качестве этих долларов за пределами сша существует гораздо больше долларов чем внутри страны сша из-за накопления запасов покупают нефть в течение 50 лет и когда эти доллары возвращаются домой и продаются обратно эмитенту потому что никто больше не хочет их держать сейчас это не вылилось в полноценный демпинг который как я мог видеть в какой-то момент перерастет в это но спрос на доллар все еще существует поскольку как вы упомянули на него по-прежнему приходится 58 процентов мировых запасов и еще у нас есть долг динаминированный в долларах который необходимо погасить но постепенно постепенно я называю это логарифмическим разложением постепенно 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 это начинает уменьшаться поскольку этих долларов больше нет и больше нет необходимости их хранить и по мере того как эти доллары начнут возвращаться домой темпы инфляции будут расти все выше и выше и боже упаси это демпинг существует нечто под названием project sandman в котором по сути говорится что существует целая группа из 150 175 стран которые согласились сделать именно это чтобы вложить доллары в казначейские облигации в заранее определенное время вопрос в том является ли это упорядоченным или хаотичным но по мере того как эти доллары возвращаются домой уровень инфляции растет поскольку эти денежные единицы добавляются к денежной базе здесь что приводит к повышению процентных ставок и это самое важное о чем я всегда говорил это то что пауэлл не хочет повышать ставки не хочет пусть доходность казначейства за 10 лет превысит 5 процентов из-за чрезмерного использования заемных средств в частности банками и брокерскими или страховыми компаниями которые в значительной степени перегружены заемными средствами и недостаточно капитализированы и по мере того как ставки растут и предположительно это магическое число составляет 5 процентов по десятилетним казначейским облигациям все начинает рушиться так вот если вдруг мир больше не будет держать доллары и на самом деле откажется от них сбросит их и вышвырнет обратно комитенту создав гораздо гораздо более высокую инфляцию чем можно было бы сказать по индексу потребительских цен рынок потребовал бы более высокой процентной ставки чтобы компенсировать эту потерю покупательной способности у вас не может быть двузначной инфляции и однозначных процентных ставок ваша валюта умирает так что процентные ставки вырастут чтобы компенсировать эту потерю покупательной способности и когда это произойдет именно тогда у вас начнутся проблемы когда по мере роста ставок все то что в этой стране заставляет людей чувствовать себя богатыми их акции облигации недвижимости деньги хранящиеся в банке все это обратно пропорционально этому моменту и чрезмерное использование заемных средств банками в частности является здесь реальной большой проблемой но если вы подумаете об этом если бы это произошло все сразу если бы это произошло все сразу это было бы катастрофично так как все в этой стране обратно пропорционально скачку процентных ставок включая банки и страховые компании и когда вы осознаете что это то, о чем я, знаете ли, говорил в течение четырех лет, и что материализовалось гораздо быстрее, чем я мог себе представить. Когда я начал говорить об этом, никто не верил, а теперь все верят. И когда я думаю про себя, могло ли это действительно произойти таким образом, чтобы это было хаотично? Я думаю, что абсолютно могло. Смотри, все начинается медленно, и игроки, которые в курсе дела, не хотят отрезать себе нос на зло своему лицу. Так что все начинается с постепенной дедоларизации, демонетизации, замены золота или казначейских билетов на золото. Делается это медленно, методично. Но когда мир осознает, что это тенденция, тенденция в движении, которая не собирается останавливаться и будет только ускоряться, вот тогда все становится очень интересным. И если бы мы стали свидетелями глобального демпинга, такого как операция «Песочный человек», о которой говорит Майк Адамс, это было бы хаотично. Потому что естественной реакцией на то, что доллар создает гиперинфляцию, сбрасываемую по всему миру, которая обрушится на наши берега цунами инфляции, будет огромный скачок процентных ставок. Доллар рухнет, фондовый рынок рухнет, рынок облигаций рухнет, банковская система рухнет, страховые компании рухнут, все рухнет. Это великая перезагрузка. Может ли это произойти? Я не знаю. Я надеюсь, что нет, но я думаю, что мы увидим продолжение дедолларизации, демонетизации, которую мы наблюдаем, ускоряющейся в течение последних нескольких лет. Это не прекращается. Вопрос в том, как быстро это ускоряется, и это только догадки. Верно. Так что даже если не будет скоординированной операции «Песочный человек», чтобы все разом сбросили доллары, даже без этого, это очень важно. Потому что помимо того, что саудиты согласились продавать нефть за доллары, частью сделки было то, что саудиты согласились инвестировать излишки нефтяных доходов в казначейские облигации США. И именно это помогло доллару США укрепить свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а также открыло эру процветания для американцев. Они пользовались преимуществами того, что были предпочтительным рынком для глобальных корпораций, продававших им свои товары по всем сырьевым товарам. А приток иностранного капитала в казначейские облигации США поддерживал низкие процентные ставки и развитый рынок облигаций. Так каковы же последствия одного только этого аспекта, если саудиты не инвестируют эти избыточные деньги обратно в США? Это только один аспект. И многие люди, которые возражают против этого тезиса, говорят, ну вы знаете, у кирпичей нет рынка облигаций, а рынок облигаций по-прежнему остается самым ликвидным. И куда вы вкладываете свои резервы? Что же я скажу тебе, куда ты вкладываешь свои резервы? В первую очередь они вкладывают их в золото. И если вы вернетесь на 25 лет назад, то увидите, что золото удвоило производительность нижнего рынка. В среднем за последние 25 лет оно приносило 9,9% совокупного дохода в год. Но чего у него нет, так это риска контрагента. Так что когда вы смотрите на все эти двусторонние соглашения, если мы вернемся к встрече в Южной Африке в прошлом году, это был именно такой план. Это был, знаете ли, возврат к чертежной доске. Нам все еще нужно поговорить о том, как мы перейдем к общей расчетной валюте. И я хочу поговорить об этом на мгновение, потому что Джеймс Рикард говорит об этом очень интересный взгляд, и я с ним согласен. А тем временем давайте все будем торговать в местных валютах, где, знаете ли, Китай только что отменил крупные заказы на зерно из Австралии и Соединенных Штатов, заменив их заказами из Бразилии, второго по величине производителя или экспортера кукурузы в мире и крупного производителя зерна, и они примут вас на оплату не в долларах, что подрывает расчеты в долларах. А затем резервы будут переведены в золото вместо наших казначейских облигаций, которые имеют лучшую репутацию и не имеют обязательств перед контрагентами. Но это наблюдается повсюду, будь то между Ираном и Китаем, или, как вы упомянули ранее, между Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами, или между Россией и Индией. Все эти страны торгуют в местных валютах. Это подрывает статус доллара как расчетной валюты. Статус резервной валюты также подрывается, когда мы видим, как эти страны избавляются от казначейских облигаций. Как мы видели, как Китай сократил свои казначейские облигации до чуть более 700 миллиардов долларов с почти 3 триллионов долларов, а его золотые запасы увеличились за исключением этого месяца, который оставался неизменным в течение 19 месяцев подряд. Это характерно для всех этих стран южного полушария. Они медленно и методично избавляются от казначейских облигаций и накапливают золото и иностранную валюту или сырьевые товары взамен. И я действительно верю, что эти сырьевые товары, как называет их Золтан Пазар, Бреттон Вудская система, поддерживаемая сырьевыми товарами, стали более ценными, чем валюты, за которые они покупаются. И поэтому отсутствие расчетов в казначейских облигациях на самом деле является ключевым фактором. И я думаю, что это единственная вещь, которой не хватает людям, которые являются быками по доллару и страдают предвзятостью новизны, предвзятостью нормальности. И да, пока нет чего-то вроде рынка облигаций, но я думаю, что золото представляет собой не только, ну подумайте об этом. Казначейские облигации представляют собой очень небольшую часть истории с точки зрения других стран, принимающих долг страны в качестве актива. Но у золота есть пятилетняя история этого. Что касается всех этих сырьевых товаров, то есть старая поговорка, тот, у кого есть сырьевой товар или скорее золото, устанавливает правила. И этот поток товаров, в частности золото и серебра с запада на восток, в значительной степени недооценивается. И я думаю, что недооценка значимости этого является очень-очень большой ахиллесовой пятой. Это то, в чем я считаю, эти страны ищут замену сырьевым товарам, в частности золоту, которое является единственным другим резервным активом первого уровня, как это было предписано БИС в 2019 году. Посмотрите на массовое накопление золота всеми этими странами южного полушария и на медленную дедоларизацию и детриасуризацию. Они торгуют казначейскими облигациями и долларами за сырьевые товары, которые нельзя использовать в качестве оружия или обесценить. И на самом деле проблема здесь заключается в золоте, и на это не обращают внимания. Золотое правило, Энди, гласит, что тот, у кого есть золото, устанавливает правило, не так ли? Так вот, и упомянул, что в 2019 году в БИС, банке международных расчетов, центральные банки сделали золото активом первого уровня. Объясни значение этого, потому что это был один из первых пунктов, которые, как мне кажется, действительно начали запускать этот процесс в твоем сознании, что это тенденция к дедоларизации действительно ускорится. Да, ну, со времен Второй мировой войны по стандартам центральных банков существовал только один актив первого уровня – казначейские облигации США и доллары. И в 2017 году, когда мы увидели, как Бундесбанк возглавил компанию при патриации своего золота из Нью-Йоркского ФРБ, медленно, вслед за ним – Банк Австрии, Венгрии, Турции, Польши, Чешский национальный банк, Голландский национальный банк. Они также вернули нам наше золото из Банка Англии и Нью-Йоркского ФРБ, а затем спокойно отправились на охоту за покупками, где в 2018 году, в следующем году, те же самые банки купили больше золота в совокупности, чем за предыдущие 60 лет. С тех пор эти цифры продолжали расти. Но в 2019 году Банк Международных расчетов сказал, о, кстати, золото теперь относится к первому уровню. И это огромная, огромная сделка, если сложить все это вместе. И посмотрите, где мы находимся прямо сейчас. Страны продолжают делать то же самое. На самом деле, что мы видели, что мы видим. Банк Индии, который только что купил в полтора раза больше золота, чем они купили за весь прошлый год, только за первые 4 месяца этого года, но они репатриировали свое золото. Они вернули его из Банка Индии туда, где большая часть их золота находится в Банке Англии. Большая часть их золота находится там с 1991 года. Сейчас они владеют почти всем своим золотом. Но это не то, от чего застрахована только Индия или центр, сосредоточенный только на Индии. Мы видели, как Саудовская Аравия, Египет и полдюжины африканских стран просто вернули все свое золото из ФРБ Нью-Йорка. Так что золото не только является активом первого уровня, безрисковым активом. Если это безрисковый актив, вы хотите избавиться от ответственности перед контрагентом. Так что эти страны, которые понимают, что золото может заменить доллар или рынок облигаций, а также казначейство, с точки зрения его статуса в качестве резерва и признания со стороны Бизис, они также устраняют риск контрагента, забирая его обратно у Банка Англии. Что то же самое, что Лондонская Ассоциация Металлов или Лондонский Рынок Слитков и КамЭкс, который является ФРБ Нью-Йорка. Эта репатриация также важна, как и накопление. Да, и на самом деле, Инди, согласно исследованию InvestCo, проведенному в прошлом году, значительная доля центральных банков была обеспокоена тем, что мы видели в связи с санкциями против России. И 68% респондентов заявили, что они держат свои резервы дома по сравнению с 5% в 2020 году. Так что, согласно этому исследованию InvestCo, посвященному репатриации, ожидается, что через 5 лет этот показатель вырастет до 74% стран, возвращающих свое золото. Мы знаем, что Китай в последние 18 месяцев активно скупал золото. Очевидно, что в прошлом месяце была пауза. Мы можем в этом разобраться. А где же Саудовская Аравия с ее покупками золота? Саудовская Аравия, ну опять же, ты же знаешь, что не все так просто. Большая часть торговли ведется совершенно непрозрачным образом на так называемом внебиржевом рынке и на лондонской бирже металлов. Так что это гораздо более конфиденциально, гораздо менее тщательно проверяется, менее прозрачно. Они потратили огромное количество денег на инвестиции в разведку природных ресурсов на золотых и серебряных рудниках. Я не знаю, сколько они купили. Достаточно сказать, что по всем оценкам они купили много и использовали продажу казначейских облигаций и заменили их золотом по причинам, о которых мы только что говорили. И именно Нигерия, Южная Африка, Гана, Сенегал, Камерун, Алжир, Египет и Саудовская Аравия только что вернули все свое золото из ФРБ Нью-Йорка. Так что у меня нет официальных данных о том, сколько они купили. Но если это хоть как-то похоже на остальные страны Южного полушария, то много. И давайте вспомним еще одну вещь. Саудовская Аравия в прошлом году продавала свою нефть Китаю за юаня. И что тогда происходит, так это то, что юань немедленно конвертируется, потому что возможно Китай не хочет держать юань. Они могут немедленно отправить его обратно и конвертировать в золото на шанхайской золотой бирже, которая работает по принципу плати наличными и забирай товар. Дай мне деньги, возьми товар. И мы наблюдаем необычайное количество действий, происходящих на шанхайской золотой бирже, где эти страны принимают юань. Например, например, взгляни на Иран, который только что заключил сделку с Китаем по модернизации своего крупнейшего аэропорта. Они платят за это нефтью, но любые транзакции, которые проводятся с получением юаня, немедленно конвертируются в золото на шанхайской золотой бирже. Именно так поступают такие страны, как Иран, продавая свою нефть за юани, или Саудовская Аравия, или Россия. Эти активы, которые продаются за юани, могут быть конвертированы в единственный в мире актив первого уровня. Я думаю, что гораздо больше, чем можно было бы ожидать. И репатриация средств из ФРБ Нью-Йорка, я думаю, говорит о многом об их желании и взглядах на то, чтобы самим владеть золотом, и о том, что это на самом деле означает. Так что давайте вернемся к этому соглашению о нефтедолларах. Было ли какое-то официальное заявление от саудитов или США? Это подтверждается? Я не видел ничего, что подтверждало бы это в официальном заявлении. Я бы не ожидал, что Соединенные Штаты что-то скажут. Я имею в виду, что это было бы как нельзя кстати. Но я видел в нескольких российских новостных агентствах, что это подтверждается, но я не видел ничего от саудитов. Похоже, что саудиты как бы играют на обеих сторонах забора, так сказать. И я уверен, что у них есть причины для этого. Но я имею в виду, смотри, саудиты только что отказались от встречи, от приглашения присоединиться к встрече Большой Семерки, которая проходила здесь всего несколько дней назад. В Италии они отказались от этого. Они не хотели туда ехать. Они очень-очень тесно объединяются, как вы можете видеть, с остальными этими странами. И когда вы смотрите на них, они просто полностью присоединяются к проекту Эмридж. И люди, которые следят за мной, знают, что я уже более двух лет говорю о проекте Эмридж. И это трансграничная цифровая платежная система, разработанная Китаем, Гонконгом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Таиландом. И теперь они являются полноправными участниками. Я зачитаю вам. В нем говорится, что Саудовская Аравия присоединилась к Центральному банку цифровой валюты, проводимому под руководством Китая, что может стать еще одним шагом на пути к тому, чтобы меньшая часть мировой торговли нефтью осуществлялась в долларах США. Об этом шаге, объявленном Банком международных расчетов в среду, мы увидим, как Центральный банк Саудовской Аравии станет полноправным участником проекта Эмридж. Теперь, что интересно, в проекте Эмридж, они провели две пробные сделки в 2023 году. Первая была проведена Китаем с использованием цифровых юаней в трансграничных расчетах с Объединенными Арабскими Эмиратами за нефть. А вторая была проведена с использованием цифровых юаней в трансграничных расчетах за золото. И в обоих случаях, я думаю, то, что вы видите, это два актива, которые вновь монетизируются. Как я уже упоминал, Иран платит Китаю нефтью за модернизацию своего крупнейшего аэропорта. И вы знаете, когда вы смотрите на то, что представляет собой золото, и на огромное количество накопленного золота в южном полушарии, и на спад на всех мировых биржах. И на конвертируемость золота с шанхайской золотой биржи, по вашему желанию. Все эти вещи сходятся воедино там, где я думаю, это уместно, ты знаешь, это создает идеальные условия для шторма там, где прав золотан пазар. Речь идет о сырьевых товарах, которые лидируют. И эти страны находятся в гонке за то, чтобы медленно, методично накапливать сырьевые товары, не привлекая к себе слишком много внимания. Так что я не удивлен, что не было никаких официальных объявлений. Нет, пока нет, но их действия выдают отсутствие у них риторики. И я думаю, что это станет очень очевидным в какой-то момент. И именно тогда произойдет дедоларизация и детризоризация. Эти страны не хотят, чтобы это произошло слишком быстро. Как говорит Джеймс Рикардс о единой расчетной валюте, причина, по которой вы этого еще не видите, заключается в том, что они хотят большей массовости. Ну, было пять, а теперь... 10 и 59 стран. Вы упомянули встречу в Новограде. И вот что вышло из этой встречи. Несколько вещей. Но одна вещь, которую я заметил больше всего, которая вышла из этой встречи, заключалась в том, что 59 стран выразили заинтересованность и сказали, что они собираются присоединиться к кирпичам. И комментарий Джима был таков. Смотрите, если у вас есть только 10 стран для торговли в вашей местной валюте, это не дает вам достаточно возможностей для совершения покупок. Но если у вас есть 59 стран для того, чтобы покупать товары и услуги, именно тогда они выпустят свою общую расчетную валюту. Люту, которая затем, ты знаешь, даст им возможность вместо того, чтобы загонять их в нескольких вариантов выбора того, что представляло бы большинство населения земного шара. Большую часть мирового ВВП, большинство мировых морских путей, большинство мировых сырьевых товаров. И все эти вещи, которые начинают складываться, когда вы складываете все это вместе. Да, я думаю, что это произойдет. Но до тех пор я искренне верю, что золото и нефть были ремонетизированы и рассматриваются по всему миру как форма денег, не связанная с риском контрагента. И проект Эмридж это всего лишь еще один пример. Так что независимо от того, объявит ли это официально Саудовская Аравия, из-за последней два или три года. И за последние два или три года я присоединение к БРИКС, ко всем странам ОПЕК на поясе и пути. Присоединение к Шанхайской организации сотрудничества, которая является крупнейшей региональной финансовой и военной организацией в мире. Присоединение к БРИКСтонскому банку развития. Их действия говорят сами за себя. И чтобы поставить в этом вопросе восклицательный знак... Наследный принц говорит, я не собираюсь приезжать навстречу Большой Семерке, спасибо за приглашение. Эти действия или отсутствие действий говорят мне очень-очень многое. И я думаю, что со временем мы будем видеть все... ...больше и больше этого. И мы поговорим подробнее о том, как проект Эмбридж бросает вызов в системе SWIFT, а также о том, как валюта БРИКС, как мы уже говорили, бросает вызов доллару. Но частью сделки с нефтедолларами, Энди, было то, что США должны были предоставить военную поддержку и защиту Королевства Сауд... Саудовская Аравия. Теперь ты упомянул о том, как Мухаммед бен Салман пренебрежительно отнесся к приглашению посетить Большую Семерку. Мы знаем, что напряженность между администрацией Байдена и Саудовской Аравией возросла. Я имею в виду, что с тех пор, как Байден назвал Мухаммеда бен Салмана изгоем на мировой арене, было также много сигналов о том, как администрация Байдена вышла из Афганистана. И какой это был провал, а также соглашений, которые вы заключите между саудитами и русскими о защите в дальнейшем. Но опять же, часть нефтяной сделки заключалась в том, что США предоставляют Королевству Саудовской Аравии защиту. Означает ли это, что они больше не хотят заключать военный договор о защите США? Что будет с этим? Я имею в виду, что, чтобы вы не говорили, по крайней мере, на данный момент США по-прежнему являются военной сверхдержавой. Отказываются ли саудиты от этой части сделки? Как ты это видишь? Ну нет, я так не думаю. Я так не думаю. Вот почему я думаю, что они играют на обе стороны. Но давай просто поговорим о том, что, во-первых, Шанхайская Организация Сотрудничества – это крупнейшая региональная военная организация в мире. Страны БРИКС контролируют два или три из четырех крупнейших ядерных арсеналов на планете. Так что, когда вы говорите о защите, да, именно об этом изначально и шла речь в саудовской сделке о военной защите. И ты знаешь, это одна из тех сделок, где я думаю, что если вы добавите объединенную военную мощь стран, с которыми они, похоже, объединяются, то то, что могут предложить Соединенные Штаты, станет гораздо менее значимым. Сейчас они говорят об этой другой сделке, над которой они работают, в зависимости от многих вещей, от того, что происходит между Израилем и Саудовской Аравией. И от всех этих других вещей, которые мы можем добавить к этому, но которые являются своего рода причиной, по которой я думаю, что они балансируют на грани. Но то, о чем они просят Соединенные Штаты, это очень высокотехнологичное вооружение, которое они никогда не предоставляли Королевству Саудовской Аравии. Они как бы придерживаются этого. И кто знает, сработает ли это другая сделка, о которой они говорят. Я бы просто сказал, что они объединяются с частью мира, которая в совокупности обладает гораздо большим военным потенциалом, чем один только Запад. И это будет освещено. Но опять же, единственное, чем я восхищаюсь в Briggs больше всего, так это их методичностью. Ты знаешь, когда ты смотришь на биткоин Nvidia, для меня это символизирует то, как люди в Соединенных Штатах прямо сейчас. Ты знаешь мгновенное время, и недостаточно быстро. Я оглядываюсь назад на... Если ты растешь на 7% в год, ты рок-звезда. И для этого требуется время, сложение времени и процентов, но время. То, что Briggs сделали в течение последних 18 лет, это не то, что просто появилось из ниоткуда. Прошло 18 лет, но сейчас происходит ускорение. Но они делают все это очень методично. И они не делают это вслепую. Они не пытаются получить мгновенное удовлетворение. Они делают это так, чтобы у них был только один шанс на это. Запад правил бал в течение, что 500 лет коллективам, и я думаю, что они понимают, что если они собираются сделать это, им нужно делать это методично и иметь все свои козыри на руках. Так что это то, чем я восхищаюсь. Я восхищаюсь тем, как они это делают, строят всю эту обратную засыпку, строят альянсы и делают это с морскими путями. С сырьевыми товарами, с военными, с ВВП, с численностью населения. И соединение, когда вы добавляете в него автомагистраль между штатами. Вы говорите о 90% населения земного шара в какой-то момент, когда вы объединяете все эти группы вместе. Одна из вещей, о которых я говорил с вами давным-давно, это Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества. Я сказал, что они присоединятся к БРИКС, и это одни и те же страны. Рикардо сказал об этом в прошлом году, и теперь президент Беларуси призывает провести саммит, чтобы объединить эти группы вместе в БРИКС. То, что вы видите, это коалиция стран по всему миру, которые объединяются вокруг. Знаете ли, чего бы это ни было, чтобы дать отпор гегемонии, найти безопасность в количестве. Или посмотреть на это, как на свой шанс стать промышленно развитыми в новой системе, которую они предпочитают, системе, которая кажется более кооперативной, а не принудительной. И когда они скажут, что время пришло, и нажмут на кнопку, я думаю, Западу будет трудно дать отпор, потому что вы будете говорить о большинстве населения земного шара. Большие военные мощи, большей части ВВП и большинстве сырьевых товаров в мире. И это важная вещь, вы знаете, особенно для страны, которая якобы собирается перейти на зеленые технологии, потому что только что вышел отчет Джей Пи Морган, в котором говорилось, что доминирование Китая, реальное доминирование, заключается в его возможностях по переработке полезных ископаемых, где он обработал 100% мировых запасов графита, в 2022 году 90% редкоземельных элементов и 74% кобальта. И большинство из них все равно попадает на Евразийский континент. Но видите ли, это те виды вещей, которые они все собирают, и страны, с которыми они объединяются. И если вы посмотрите на комментарии, которые появились после той встречи в Новограде, то увидите, что все страны, которые они хотят заполучить, будут связаны со стратегическими морскими путями и природными ресурсами. Они собирают это воедино и делают это правильным образом, методично, упорядоченно. И когда они скажут сейчас, это будет похоже на религиозный опыт, потому что именно тогда все. Именно тогда вы увидите демпинг, массовый демпинг, когда долларовые быки, которые были правы, хотя и в меньшей и меньшей степени, внезапно осознают, что все кончено. И я надеюсь, я надеюсь, что этого не произойдет, но похоже, что именно это они и делают, и делают это правильным образом, а не вслепую. Хорошо, что же, я люблю разбираться в этом, и мы поговорим об этом чуть позже. Но, Энди, да, конечно, ты прав. Знаешь ли, Китай играет в долгую игру. И это легче сделать, когда у тебя есть, знаешь ли, один президент, которому на самом деле не нужно беспокоиться об ограничениях по срокам полномочий. Президент Си фактически делает так, чтобы он мог баллотироваться на полный срок. И я понимаю, что вы могли бы восхищаться некоторыми аспектами этого, но можно утверждать, что это скорее сотрудничество, чем принуждение. Но можно утверждать, что Китай этого не делает, и многие из этих стран БРИКС, нынешние страны на самом деле не представляют ту же систему ценностей, что и Запад, не так ли? Систему ценностей, которая, возможно, изменилась, но, по крайней мере, теоретически должна быть одной из свободы слова, свободы, равенства прав. И ты знаешь тот факт, что Китай не может играть в долгую игру, заключается в том, что, например, у них нет этих ограничений по срокам полномочий. Это не настоящая демократия. Итак, когда вы говорите, что восхищаетесь этими странами, я имею в виду, что я просто хочу, чтобы вы немного подробнее рассказали о том, что вы на самом деле имеете в виду. Ну, а где же в этой стране свобода слова? Что с ней случилось? Цензура, отмена культуры? А еще посмотрите на департамент юстиции, на неравенство там, на то, как ставится под сомнение двухуровневая система правосудия. И посмотрите на то, как эта страна потеряла ориентиры. И это именно то, что я имею в виду, когда говорю о лицемерии. Мы ездим по всему миру и рассказываем людям о том, как нужно что-то делать, и смотрим на то, что происходит у нас на заднем дворе. Мы впустили в страну 17 миллионов человек нелегально. Наша иммиграционная система – это полный бардак. И ты знаешь, что наша система правосудия, наша избирательная система – все это ставится под сомнение. Просвещенность, отсутствие свободы слова. В каждом видео на YouTube, которое я делал в 2020 году, гости или ведущие говорили мне, Энди, не произноси имя сына президента. Не упоминай название вируса по имени, иначе меня отменят. И я имею в виду, что я даже был на шоу «Милой леди» по имени Сара Уэстхалл, где Гададди завладел ее доменом. Так что, когда вы говорите о свободе слова и обо всех этих правах, которыми так гордились Соединенные Штаты, посмотрите на то, что случилось с этой страной, и спросите себя. Это та же самая страна. Когда мы говорим о демократии, я думаю, что мир смотрит на эту страну и не смотрит на нее так, как раньше. Так что они делают трудный выбор. Должны ли мы выстроиться здесь или там? И это никогда не бывает легким выбором. Но я хотел бы сказать вам, и я рад, что вы подняли этот вопрос, потому что я думаю, что основы, которые на самом деле беспокоят меня больше всего. Это основы, за которые стояла эта страна. Вы знаете, нуклеарная семья, уважение к власти, даже такие обыденные вещи, как произнесение клятвы верности. Мелочи в этой стране, где вы уважали своих учителей, своих родителей и полицейских. И я уехал из Миннесоты, потому что они лишили полицию финансирования. Я имею в виду, в буквальном смысле, я имею в виду, что я наблюдал, как город, где снимался маленький дом в прериях и Мэри Тайлер Мур. Катился в ад за очень короткий промежуток времени и отсутствие того, за что стояла и стоит эта страна, беспокоит меня больше всего. Но если вы думаете, что это осталось незамеченным для остального мира, у меня есть мост, который я могу вам продать. Остальной мир смотрит на эту страну и говорит, что, черт возьми, происходит в Соединенных Штатах. И я думаю, что это одна из причин, по которой вы видите, что все больше стран принимают более легкое решение. Будем ли мы проводить совместную индустриализацию, несмотря на то, что мы не согласны с кирпичами, но будем ли мы вообще согласны с Соединенными Штатами? То, что они продвигают, реально или нет. И я оставлю это на усмотрение людей, но я скажу вам, что меня, как отца троих детей, больше всего огорчает мысль о том, в каком мире растут мои дети. И о том, что я видел за последние три года, чему я даже не могу поверить, имея в виду то, что произошло с этой страной на социальном уровне, на моральном уровне. Не говоря уже об экономике, но в основном духовно, социально и морально, это уже не та страна, которую я помню. Верно. Итак, вы знаете, если то, что поддерживает доллар, это полное доверие правительства США, и это ставится под сомнение не только. Давайте не будем забывать о кредите. Давайте не будем забывать о полном кредите. Кредит. Кредит. Так что я имею в виду, да. Вот эти 35 триллионов долларов долга, Вернэнди, 35 триллионов долларов долга и растущий полный кредит и доверие правительства США, которые, как мы уже говорили, ослабевают на мировой арене, а также внутри страны. И несмотря на это, у нас была вся эта история с возвращением к нефтедоллару. У нас была вся эта сделка с нефтедолларами, в некоторой степени поддерживающая это. Так вот, ты говоришь, что это очень большое дело, но ты же знаешь, что можно сказать, что мы уже видели нефть, продаваемую в других валютах, верно? Истечение срока действия этого соглашения является ли оно таким уж фундаментальным, если, по данным Джек Морган Чейз, около 20% мировой нефти в 2023 году было добыто и продано в долларах США. Так что если только саудиты не скажут, что мы больше не принимаем доллары, чего они не говорили, и что я не думаю, что они скажут. Просто для того, чтобы возразить здесь, действительно ли это такая уж большая перемена в правилах игры, что это соглашение о нефтедолларах и стекло, если тенденция уже пошла на спад. Да, это так. Просто дело в том, что это ускоряется. И опять же, именно это я имею в виду, когда говорю, что они делают все методично. Это одна из тех вещей, которые, как только вы переступите эту черту, вызовут незамедлительную реакцию. Так что я думаю, что это больше похоже на то, чтобы делать что-то медленно и методично, и делать это правильно. Это большое дело. Ты же знаешь, что раньше это было 100%. Хорошо, теперь это 80%. И еще более важным для меня является отсутствие использования рынка казначейских облигаций. Осознание того, что владение казначейскими облигациями не только рисковано в правительстве, которое в конечном итоге выбрало инфляцию вместо жесткой экономии, где ставки в конечном должны вырасти, даже если бюджет был сбалансирован. Ты упомянула долги в 34, почти 35 триллионов долларов. И помни, триллион секунд назад был 31 доллар 688 лет назад. Мы будем раздувать инфляцию и ставки будут расти, потому что, черт возьми, как ты собираешься платить. Я не знаю, 99 долларов триллионный дефицит в программе Medicare Part B, 22 доллара триллионный дефицит в программе Medicare Part D, рецепты. 77 долларов триллионный дефицит в системе социального обеспечения, государственных военных пенсиях, расширении всего государства всеобщего благосостояния. Людям следует ознакомиться с теорией Клаварда Пивина. Взорви свой гребаный разум. Теория Клаварда Пивина. Я не знаю, говорили ли вы об этом, но это очень-очень-очень пугающее сходство, скажем просто, и если у нас будет время поговорить об этом, мы сможем. Но все эти необеспеченные обязательства, которые составляют почти 200 триллионов, кто за них заплатит? Кто? А кто в здравом уме собирается покупать долгосрочные казначейские облигации в стране, которая по сути обанкротилась, которая предпочла инфляцию жесткой экономии. А остальной мир продает казначейские облигации, чтобы купить сырьевые товары. Так что, когда вы говорите об этом, является ли это, может ли это не иметь большого значения? Да, все это часть одного и того же процесса. И я думаю, что на самом деле мы наблюдаем то, что больше похоже на то, как нам продолжать это делать. Послушайте, бюджетное управление Конгресса, Мишель, которая является последней беспристрастной группой в Вашингтоне, заявила, что к 2031 году 100% налоговых поступлений будет направляться на выплату процентов по этому долгу. Мы накапливаем долг в размере триллиона долларов каждые 100 дней только для того, чтобы платить проценты и обязательные выплаты, такие как социальное обеспечение. Но спросите себя вот о чем, как Запад сохраняет свое превосходство даже в военном отношении, когда военные расходы носят дискреционный характер. Так что нам приходится занимать деньги, чтобы профинансировать вооруженные силы для того, чтобы разъезжать по всему миру и принуждать людей к чему-то, чего не произойдет. И это не учитывает 17 миллионов человек, которые въехали в эту страну нелегально. Кто будет платить за их еду, жилье, одежду, медицинское обслуживание? И боже упаси, если один или два процента из них имеют дурные намерения по отношению к этой стране. Каждый процент это 170 человек. 5 процентов это намного больше, чем любая постоянная армия. Можно утверждать, что сейчас в этой стране все по-другому. И все начинается с того, что даже если большинство этих людей ищут лучшей жизни, а 5 процентов нет. Вы говорите почти о миллионе человек, которые хотят разрушить эту страну. Так вот, когда вы говорите о покупке золота и серебра или рассматриваете причины для этого, это делается не для того, чтобы разбогатеть, а потому что это богатство. Золото и серебро это богатство, и самые большие деньги в мире доказывают это своим приобретением и репатриацией. Недостаток доверия огромен. И более важный вопрос заключается в том, как мы когда-нибудь сможем вернуть это доверие. И надеюсь, новая администрация, если дай бог будет новая администрация без политики, сможет вытащить нас из этого пике. Но если этого не произойдет, я думаю, у нас большие проблемы. И именно поэтому я говорю людям, чтобы они владели золотом. Это делается не для того, чтобы разбогатеть. Это потому, что это то, что пережило все, с чем когда-либо сталкивался мир. И большие деньги по всему миру, похоже, подтверждают это своим приобретением и репатриацией. Что же, мы перейдем к новой администрации. И если это сможет, возможно, обратить вспять часть этого ущерба. Но я хочу еще немного сосредоточиться на этом соглашении, потому что оно получило очень мало освещения в мейнстриме. И аргумент, который выдвигается там, заключается в том, что на самом деле это не такая уж большая проблема. Потому что на самом деле это не было соглашением с самого начала. В Market Watch была большая статья, в которой цитировались различные экономисты, которые говорили, что это фейковые новости. И они ссылаются на Пола Донована, который является главным экономистом фальшивых новостей и того факта, что это большая проблема, что было это реальное соглашение. Пол Донован, главный экономист глобального управления капиталом АПС, сказал, что на самом деле не было надлежащего соглашения. И они действительно принимали другие валюты после соглашения, по крайней мере в течение года после этого, такие как британский фунт. И это было просто соглашение о совместном экономическом сотрудничестве. И это была совместная комиссия Саудовской Аравии по экономическому сотрудничеству. Она была официально учреждена, как говорят Генри Киссинджером, как мы только что обсуждали. Но это не значит, что она будет иметь дело исключительно с долларами, и что она рассчитана всего на пять лет. А затем она неоднократно продлевалась, но даже официально не продлевалась. И что возможно в 1974 году между США и Саудовской Аравией было заключено секретное соглашение, которое обещало военную помощь и оборудование в обмен на то, что королевство инвестирует миллиарды долларов из своих доходов от продажи нефти в США. Но они говорят, что знаете ли не было этого официального соглашения о продаже исключительно в долларах за нефть. И следовательно, в этом нет ничего страшного. И те, кто говорит об этом, не являются представителями основных средств массовой информации, являются фальшивыми новостями, теоретиками заговора и пытаются создать ненужную панику. Что ты на это скажешь? Могу я сказать, что это чушь собачья, потому что это полная чушь собачья. Что касается меня, то мне очень жаль, если тебе придется это заглушить. Но в той статье, которую я прочитал, снова говорилось о реальной реальной ценности казначейства США и о том, куда люди собираются вложить свои деньги. Посмотрите на то, что делают эти страны, продают казначейские облигации и покупают золото, заменяя его. Оно превзошло рынок облигаций более чем на 100% за 25 лет. Оно удвоило свою производительность по сравнению с рынком облигаций без риска контрагента. И что же еще скажут аналитики Суолл-стрит? Это их жизнь. Не дай бог, если мы действительно будем мыслить нестандартно, и эти аналитики окажутся неправы. Это огромная сделка. Это огромная сделка. Вы не можете уклониться от того, чего вы не видите. И некоторые из этих аналитиков, они узнают все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будут знать все ни о чем. И они не смотрят на мир непредвзято. И я имею в виду, что вам даже не нужно смотреть дальше той встречи, которую мы только что видели в Овергроде, где присутствовал 21 человек из 139 стран. На полях было подписано 80 миллиардов долларов двусторонних сделок. 59 стран заявили, что планируют присоединиться к кирпичам. Так что да, это большое дело, независимо от того, что они говорят вам о том, что сделка с нефтедолларами – это ничего не значащий гамбургер. Это не ничего не значащий гамбургер. Когда вы видите, как Саудовская Аравия отклоняет приглашение Большой Семерки приехать и признаться самим себе и погрузиться во все эти организации, включая Project Emeridge, которая представляет собой систему, позволяющую торговать за пределами доллара и системы SWIFT. Вы настраиваете себя, или они настраивают себя на большое разочарование, если мы считаем, что это не имеет никаких последствий. И что еще они собираются сказать? Видите ли, именно на этом и сосредоточились все остальные. Они сосредоточились на рынке облигаций, но золото лучше, чем рынок облигаций. Золото не имеет риска контрагента и превзошло рынок облигаций с большим отрывом за 25 лет. Так вот, как на это смотрят эти страны. Зачем нам когда-либо хотеть держать активы, которые теряют позиции перед лицом инфляции? Это страна, которая идеологически не совпадает с нами, и они собираются использовать свою казну против нас, украсть ее, и возможно даже отдать стране, с которой мы ведем войну. Ты переступил эту черту, ты не вернешься назад. А эти люди, которые цепляются за эту предвзятость новизны, за эту предвзятость нормальности, знаешь старую поговорку, ты должен идти в ногу с изменениями. Они будут свергнуты этими изменениями, потому что они не могут видеть дальше. Я думаю, что это огромный тектонический сдвиг. Это просто не так бросается в глаза, как это. Это происходит, если вы выполняете работу и копаетесь в этом, вы можете увидеть это, если у вас действительно открыты глаза, чтобы поверить в это. Энди, опять же, просто для того, чтобы сыграть адвоката дьявола. Пожалуйста. Не говорю, что я не согласна, но у нас был главный глобальный стратег по инвестициям в Чарльз Шваб, Джеффри Клинтоп, который сказал, что конец соглашения о нефтедолларе между США и Саудовской Аравией довольно бессмысленен, по крайней мере по трем большим причинам. И я хочу услышать, как ты опровергнешь это. Глобальная система финансирования, страхования и транспортировки нефти остается почти полностью долларовой. Во-первых, хотя нефть может все чаще обмениваться или продаваться в других валютах, таких как китайский юань, индийская рупия и так далее. Как только доходы будут получены Саудовской Аравией, они, скорее всего, будут инвестированы в активы, динаминированные в долларах, в казначейские облигации, а не в активы, динаминированные в юанях или рупиях. И фьючерсов на нефть продается примерно в 10 раз больше, чем физически доставлены. И фьючерсы динаминированы в долларах, доминируют и динаминированы в долларах. Легко, легко. Во-первых, у вас есть Шанхай, у вас есть все эти биржи, которые, я думаю, осознают во всем мире, что Камекс и ЛБМА это фугази. А ты взгляни на количество заемных средств, которыми торгуют на всех этих рынках, и я отвечу на твой вопрос. Но в качестве примера возьмем ЛБМА. Лондонскую Ассоциацию рынка драгоценных металлов, они признали, что их контракты в 10 раз превышают то, о чем они сообщают. Они торгуют 20 миллионами унций золота в день. Ну, это означало бы 200 миллионов. Они торгуют 29 миллионами унций серебра. Это означало бы почти 3 миллиарда унций серебра в день. И все это синтетическое. И именно здесь хвост виляет собакой. Ну, то же самое верно и в отношении нефти. Как, черт возьми, можно получить нефть с отрицательной ценой в 40 долларов за баррель в реальном мире? Ну, вы делаете это на фьючерсной бирже, которая искажает цену. И если вы посмотрите, например, на биржу зерна в Бриксе, где они вышли и заявили, что все эти сырьевые товары, включая то, что они сказали о шанхайской золотой бирже, где глава шанхайской золотой биржи 15 лет назад сказал, что мы производим и потребляем эти сырьевые товары, но при этом они оцениваются на западе. И как только мы получим право говорить за столом переговоров, будет наблюдаться реальная цена на золото. То же самое они сказали о бирже зерна в Бриксе, что цены на все эти сырьевые товары на Камекс, и мы производим больше зерна, чем они. Так что в какой-то момент мы собираемся пересмотреть цены в зависимости от спроса. И то же самое будет верно в отношении нефти. Это третий вопрос. Второй вопрос, ну мы уже говорили, что они не вернутся в казначейство. Они выберут товары, которые на мой взгляд уже заменяют золото. А нефть уже заменила казначейство в качестве предпочтительной формы конвертации этих избыточных резервов в деньги, которые нельзя забрать. А в чем заключался первый вопрос? Мне очень жаль, но мы повторяем первый вопрос еще раз. Позвольте мне, да. Итак, еще раз. Он говорил о том, что нефть может все чаще покупаться в других валютах. Мы затронули эту тему. Он говорил о том, что система финансирования и страхования транспорта основана на долларе, и фьючерсные рынки также динаминированы в долларах и доминируют на них. Таким образом, инфраструктура от фьючерсов до финансирования и страхования транспортной системы основана на долларе. Верно, но фьючерсный рынок, я считаю, в конечном итоге пойдет по пути до до птицы, потому что это система, основанная на всех этих рычагах. Когда были созданы фьючерсные рынки, это был способ компенсировать риск. И это был не способ откровенной спекуляции. Это было сделано для того, чтобы компенсировать риск владельцев сырьевых товаров, фермеров или кого бы то ни было производителей. И я думаю, что то, что вы увидите, это переход от рынков, где доминируют западные страны, таких как Лбма и Камекс. Посмотрите, кто только что купил лондонскую биржу металлов. О, это китайцы. Это правильно. Они купили ее. Это такие базовые металлы, как медь, цинк. Они понимают, что происходит. Они играют в долгую игру. А что только что сказал Путин о странах, которые войдут в кирпичную кладку. Они хотят, чтобы это были те, кто имеет дело с судоходными путями. И посмотри на кольцевую дорогу, и посмотри на коридор север-юг, и все эти вещи, соединяющие кирпичи и кольцевую дорогу, которые соединяют. Они понимают значение судоходных путей и наличие способов перемещения продукта, который обходит стороной военно-морской флот США и обходит стороной вмешательства Соединенных Штатов. Так что будь то фьючерсные рынки, которые являются фугази, которые переедут в те страны, которые производят, накапливают и используют все сырьевые товары. Цены будут устанавливаться там. Будь то все излишки, поступающие в казначейство, и это главный аргумент, это умирающий аргумент. И я думаю, что Золтон Пазар был прав. Это Бреттон Вудская система номер три. Отдай мне золото. Я не хочу твоих обещаний казначейства, которые могут быть перезаложены, которые могут быть размыты, ставки могут вырасти, мы можем объявить дефолт. Мы можем раздуть инфляцию, мы можем конфисковать. В фугази это уходит. И каждый отдельный аргумент, который выдвигают эти люди, мне все равно, какой у них титул. Как престижно быть главным специалистом по сырьевым товарам в Шваб, или где бы вы ни сказали, мне все равно. Никто из них не смотрит на вещи под каким-либо другим углом, кроме того, в котором они достигли успеха. И я не думаю, что они смотрят на вещи правильным образом. Они будут раздавлены этим с таким типом менталитета. И вы можете видеть, что это именно то, на что рассчитывают кирпичи китайцы и все эти страны. Из-за этого вы не видите людей, спешащих вытеснить их из своей торговли, чтобы получить доступ ко всем сырьевым товарам, купить все золото и встать в очередь на доставку. Здесь он говорит кирпичи в том плане, что брикс. Брикс переводится как кирпичи. По-английски брикс это кирпичи, а брик это кирпич. Поэтому блок брикс, они переводят этот искусственный интеллект кирпичи. Поэтому не пугайтесь, пожалуйста. Все это делается другими странами по всему миру, которые используют это невежество и эту предвзятость в отношении нас, основанную на долларовой давности. В том числе используя подавление фьючерсных рынков, где мы можем создавать искажения и иллюзии в отношении мировых сырьевых товаров, например, путем повторной ипотеки. И коммерческих банков, выбрасывающих миллиарды и миллиарды и миллиарды долларов в хедж-фонды, делающие то же самое, чтобы исказить реальные цены на сырьевые товары. И это будет использовано против нас. И это уже используется против нас прямо сейчас. Точно так же, как мы недавно видели, как 500 миллионов функций или 500 миллионов долларов в золоте были доставлены в Бринкс Хонг-Конг, где в 2015 году Камэкс заключила новый контракт, в соответствии с которым вы можете доставлять контракты Камэкс в Хонг-Конг через Бринкс, который является объектом Камэкс через то, что называется обменом физического золота. Эти слитки доставляются на шанхайскую золотую биржу и рассылаются по всему миру. Это происходит и это полностью игнорируется мейнстримом. И самое худшее, что вы можете сделать, это послушать этих людей, которые понятия не имеют о том, что происходит по всему миру, и вам будет гораздо лучше, чем слушать тебя, Мишель. И всех гостей, которые у тебя есть на шоу, не только меня, но и всех их, кто говорит вещи, которые являются более освещающими и более реальными, чем эти так называемые эксперты, которые говорят о вещах, которые, я думаю, возможно, действительно меняются по сравнению с тем, какими они были раньше. Так что я ценю это одобрение, Энди, и я знаю, что мы сейчас углубляемся в детали, и мы продолжим исследовать дальше. Но... Мне нравится. Общая картина с тех пор, как это произошло. И опять же, мы только что объяснили, почему. Я имею в виду, что доллар вырос, ты же знаешь, по данным Дикси, он вырос на 0,7% за последние 5 дней или около того. Вырос более чем на 1% за последний месяц, вырос на 4,1% с начала года, доллар снова становится только сильнее. И это согласно тому, как он измеряется по отношению к корзине других валют, шести другим валютам, которые, возможно, следует обновить. Потому что они не обновлялись в течение некоторого времени с точки зрения валют в этой корзине. Но более широкая картина, Энди, такова. Ты же знаешь, что аргумент всегда был таков. Да, 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 но доллар по-прежнему остается лучшим из плохой группы. Самую чистую грязную рубашку в корзине грязного белья нельзя заменить. Что заменит доллар? А затем мы переходим к этой потенциальной валюте, обеспеченной сырьевыми товарами, не так ли? Вот и ответ на вопрос о том, что заменит доллар. Так что дайте нам представление о том, где мы находимся в этом вопросе. Каков прогресс в этом направлении? Где находятся кирпичи с официально разрабатываемым или составляемым этим планом? Я имею в виду, что я не знаю, где именно... Где находится БРИКС по поводу валюты, которую БРИКС собирается вводить, свою общую корзину валют БРИКС. Вот это вот они имеют в виду. Не знаем, что они над этим работают. Об этом нам сообщили министры финансов. И я думаю, что Джим прав, когда все будет зависеть от массового принятия достаточным количеством стран, в результате чего у них будет 59 или 60 или 100 стран, в которых они смогут совершать покупки товаров и услуг, а не только те 10, которые мы видим. Но что более актуально, как насчет реакции Запада? Ты же знаешь, когда я впервые встретил тебя и мы взяли это интервью, ты спросил меня, что могло бы это изменить. И я сказал, ну что же, только что вышел отчет МВФ, в котором говорилось, что это так называемое золото. Варварская реликвия или золото в качестве международной резервной валюты, запятая, варварская реликвия, не более того. У вас была Кристалина Георгиева, глава МВФ, которая вышла и сказала, что если CBD не привязан ни к чему, то это просто фиат. А что является единственным активом первого уровня? Золото. Как вы думаете, я думаю, что существует очень высокая вероятность того, что вы также увидите, что Запад или МВФ выпустят какую-то форму цифровой валюты, также привязанной к золоту. С использованием технологии распределенного реестра и золота, демонстрирующего достоверность и неизменность в реестре и поддерживающего его. Так что я не знаю, где они находятся, но мы движемся в этом направлении. В этом нет никаких сомнений. Мы продолжаем получать обновления от министров финансов о том, что это действительно то, над чем они работают. И они хотят, чтобы все вернулись на встречу здесь, в августе в России. И доложили о своих находках. Но я думаю, что действительно, когда вы видите, что это страны, которые в течение длительного времени накапливали его в больших количествах и репатриировали его. Это стоит на повестке дня. Именно так вы вызываете доверие, но не раньше, чем придет время. Так что же они делали тем временем? Торговали в местных валютах и покупали золото и нефть вместо казначейских облигаций США. Они не собираются говорить нам точно, когда они собираются выпустить это, пока они не выпустят это. Но я думаю, что любая система, любая система, будь то на Западе или в остальном мире, которая хочет иметь доверие, должна быть чем-то, где неизменность и достоверность идут рука об руку. Это золото и технология блокчейн. Это не обязательно должно быть что-то, что можно обменять. Потому что Деголь из Франции доказал, что конвертируемые валюты конвертируются. Но если вы продемонстрируете неизменность на блокчейне, вы должны пройти аудит независимыми аудиторами, где действительно есть внушение доверия и правдивости, у вас есть шанс. И независимо от того, идет ли это с Запада или с кирпичей первый. Я не знаю, но я скажу вам, что в моем сердце и в моей душе я знаю, что больше никогда не будет фиата, полностью основанной на фиатной системе доверия. Вы можете мочиться в чашу для пунша только ограниченное количество раз, прежде чем люди перестанут пить пунш. И я думаю, что сейчас вам нужно просто начать все сначала. И это начало с чистого листа сопряжено с доверием. А доверие и неизменность это такие вещи, как сырьевые товары и блокчейны. Так что я не знаю, где это находится, но я знаю, что они работают над этим, и я думаю, что Джим прав. Это будет что-то, что они выпустят, как только у них будет достаточно стран, которые представляют достаточно большую часть человеческого населения. Чтобы выпустить это безопасно и знать, что это будет работать с первого раза. Итак, Энди, ты хочешь сказать, что эпоха фиатной валюты закончилась. И опять же, фиатная валюта означает декрет. Латинское слово, означающее декрет, и по сути валюты, которые, как вы знаете, ничем не подкреплены. Какова временная шкала? И я всегда спрашиваю тебя об этом. И кажется, с каждым разом, когда мы говорим, это ускоряется. Но ты видишь, ты знаешь, какова конечная судьба доллара, который ты видишь. Ну тут, наверное, не декрет имеется в виду, фиат. Это все новости на сегодня. Ждите, в ближайшее время будет еще несколько интересных материалов. Я подготовила для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забудьте подписываться в Телеграм-канале. Там я выставляю материалы, которые я напрямую перевожу с Твиттера американского и с Фейсбука, там, где российские ухилянты, беглецы слезно плачут, и украинские тоже, как они хотят вернуться обратно, пустите нас назад. Поэтому подписывайтесь в Телеграм, там тоже будет всегда очень много интересных новостей. Всего всем до встречи, ребята, до следующего видео. Пока-пока!